Благослови ближнего В действительности очень легко узнать, насколько ты возрастаешь в познании Бога, насколько ты жаждешь Бога и насколько ты любишь Бога. Апостол Иоанн показал нам, что любовь к Богу связана с любовью к ближним. Чем больше ты познаешь Бога, тем больше ты хочешь быть близким с Богом, тем больше ты хочешь быть рядом со своими близкими, особенно со своими по вере. Это неразрывно связано, драгоценное. И несмотря на все благословения, интернет-трансляции, интернет-вещаний, это никогда не заменит живого взаимодействия между нами. Когда мы здесь собираемся все вместе, когда мы ощущаем друг друга. Ведь не случайно, заметьте, когда нам трудно, когда нам тяжело, когда нам плохо, нам не нужны ни телевизор, ни интернет, мы хотим быть рядом с близкими. Вот именно во время глубоких переживаний тебе нужен обязательно человек, которого бы ты понимал и который бы тебя понимал. И может быть даже не нужно много слов, а просто взять за руку, но взяться за руку это так необходимо, взяться за руку. И я еще раз говорю, огромное благословение, то что мы можем вести онлайн-трансляции, интернет, мы можем слушать проповеди с разных церквей земного шара, находясь здесь в Екатеринбурге. Конечно, это все здорово, но это никогда не заменит. Вот руку ближнего, это никогда не заменит, когда ты смотришь в глаза ближнему, и ты чувствуешь единение, ты чувствуешь взаимопонимание. Вот посмотри сейчас на соседа своего, на того, кто находится справа или, может быть, слева от тебя. Видишь ли ты в глазах его Иисуса Христа? Ты скажешь, как разглядеть, Иисус был кари-глазом или светло-глазом? Разглядеть очень просто. Если ты видишь в глазах теплоту, ты видишь Иисуса Христа. И не важно цвет глаз. Если ты видишь в глазах любовь, ты видишь Иисуса Христа. Это, знаете, удивительное состояние, когда мы можем соединяться с Господом и вместе с тем соединяться друг с другом. И ничто это не заменит. Потому что ведь в действительности драгоценные зачем нужна церковь? А она именно для этого и нужна. Потому что мы реально можем Библию дома читать. И получать откровения можем дома. И молиться мы можем дома. И Бог нам отвечает дома. Какой же смысл собираться всем вместе в наше такое занятое время, в 21 веке, когда у нас столько забот, когда скорость такая большая, скорость жизни, и она увеличивается с каждым годом. Выделять время регулярно. А потому что драгоценное – это незаменимое время. Ничто не может его заменить. Вот эта церковь, собрание. Для этого мы и нужны именно соединиться. Потому что есть особая благодать не только, когда ты соединяешься с Богом, но когда ты соединяешься с ближним. Вот эта удивительная благодать для этого церковь и нужна. Поэтому как бы ни развивались технологии, как бы ни развивались средства коммуникации, и возможно даже дойдет до того, что, ну как сегодня говорят, что можно дома смотреть проповеди, и проповедник будет вот в таком 3D-формате просто ходить у тебя по комнате, и что-то тебе рассказывать, и учить тебя. И это время на самом деле не за горами, но это никогда не заменит. Даже такая реалистическая картинка, когда ты сидишь на диване, пьешь кофе, и проповедник ходит по твоей комнате, что-то тебе рассказывает, это никогда не заменит живого взаимодействия. Вот коснись ближнего рукой, да? Никогда это не заменит, когда мы можем взять руку, почувствовать теплоту, ну или холод, у кого-то руки может холодные сейчас, согрей его. Ты скажешь, пастор, какой смысл в этих простых вещах? Так вы увидите, что вот именно в этой простоте это и есть самое великое. Почувствовать теплоту друг друга, почувствовать, что тот же самый Христос, присутствие которого ты переживаешь, он также находится в твоем ближнем. И это и есть церковь, собрание во имя Иисуса Христа. Сегодня я хочу начать такой небольшой цикл проповедей, который будет весь декабрь, давным-давно, много-много лет назад, я как-то помню, брал такой проповеди про животных, уроки, которые могут нам дать маленькие животные. И это было очень давно, я знаю, что некоторые даже и верующими тогда не были. Я взял вот этот старый цикл и переработал его несколько, помолился, потому что, конечно, Бог каждый раз показывает и открывает что-то новое. И вообще, мне, знаете, мне очень нравится проповедовать, используя разные образы, потому что, по моему мнению, это как раз и был метод проповеди Иисуса Христа. Иисус не говорил лекциями, Иисус не говорил вот пунктами, подпунктами и прочим-прочим. Иисус говорил картинками. Он рисовал какие-то картины, вышел сеять или сеять. Или вот про жемчужину там рассказывал, или вот мы в прошлое воскресенье слышали картину о семье, об отце и двух сыновьях, старшем и младшем сыне. Вот такие. То есть мы видим картинки. И сегодня тоже я хотел бы нарисовать картинку, причем, знаете, многие не понимают, что это образы. Иисус говорил образами. Вообще на Востоке это принято образами. И поэтому часто пытаются даже иногда верующих подловить. Например, такой известный циник и атеист Невзоров очень любит в разных студиях, и думаю, те, кто смотрели его передачи, обратили внимание, это вот такая любимая фишка, когда он обращается к верующим и говорит, давайте сделаем тест на то, насколько вы верующий человек на основании вашей книги Нового Завета. Вот в Новом Завете написано, если имеете веру, хотя бы с горчичное зерно, скажи, горей сей, и она поднимется и извергнется в море. Вот давайте, говорит, передвиньте. Ну, гору не надо, там, стакан передвиньте вашей верой на расстоянии или в стул. Слышали, да, он так любит? Любит так ерничать несколько. И это выглядит несколько смешно, но что интересно, некоторые верующие даже как бы в недоумении, а на самом деле как так, если вера с горчичное зерно, горы двигает, почему я стакан не могу передвинуть своей верой, там, на расстоянии, не касаясь, там, или стул, там, или еще что-то. И люди забывают, что Иисус говорил образами. Эти образы, они несут в себе уроки. Это не призыв к буквальному действию. Это очень часто, это принято на Востоке. Например, помните, Иисус говорил в Нагорной проповеди, «Если соблазняет тебя рука, что? Отсеки и брось ее в море, да? Глаз соблазняет, возьми и вырви его, да? Лучше тебе без глаза, без руки войти в Царство Небесное, чем целиком быть верженными в гиену». Конечно же, Иисус не имел в виду членовредительства. Просто Он рисовал такие образы яркие, чтобы усилить ту мысль, которую Он передавал Своим ученикам. Это очень часто на Востоке, на рынках восточных. Я помню сам, когда в Узбекистане был на рынках, да? Там продавцы, рекламируя свой товар, подзывая у тебя, «Ой, иди, слушай, у меня такой виноград там, пальчики откусишь». Но это же не значит, что такой вкусный виноград, поел, смотришь, а пальцев-то и нет уже. Это имеется в виду усиление, то есть он настолько вкусный, да? Но это не значит, что нужно откусывать пальцы. Это лишь вот картинка, которая нарисована, чтобы привлечь тебя к данному винограду. Точно так же Иисус, показывая опасность и серьезность греха, приводил такие образы, что отсеки руку, отсеки глаз. Если бы это был буквальный призыв к действию, то церковь бы выглядела просто как собрание инвалидов, да? Мы ходим с повязками, как пираты, без рук. Ну а самые духовные, они вообще без рук, без ног уже, да? Он уже в церкви 10 лет, и он со всеми соблазнами справился в своей жизни. Конечно, мы понимаем, что это образа. Не нужно отсекать руки, не нужно вырывать себе глаза. Вот. И точно так же, когда Иисус говорил про веру с горчичное зерно, которое может передвигать горы, он имел в виду не то, что верующие люди будут круче любого копперфильда и будут, знаешь, там закидывать предметы на крышу, передвигать стаканы, там сгибать взглядом гвозди или ложки гнуть, да, как это делают разные шарлатаны часто, да? И Иисус имеет в виду другое. Имея даже небольшую веру, ты можешь менять многое-многое в своей жизни. И здесь есть множество людей, которые могут засвидетельствовать о том, как вера в их жизни совершала невероятные чудеса, да? Как один из христиан нашей церкви, думаю, все вы его знаете, да? У него был диагноз олигофрения, да? И он ходил в церковь, и здесь в церкви Бог его менял из года в год. И чуть ли не единственный случай в Екатеринбурге, когда этот диагноз был снят, разве это не гора, которая была сдвинута чем? Верой человека. А сколько людей могут засвидетельствовать, как Бог вытащил их из алкоголизма, когда уже ничто не помогало? Или из наркомании, из героиновой зависимости? Когда уже медики разводили руками, говорили, бывших наркоманов не бывают, но их вера перевела их на новый уровень жизни, жизни со Христом Иисусом. Это разве не вера, передвигающая горы? Ага. Понимаете? Поэтому вот эти все уловки атеиста, ну, такого циничного, очень такого хитрого, умного атеиста невзорова, но в действительности, зная священное, зная священное писание, вы видите, что да, действительно, вера человека, то есть о чем здесь хотел сказать Иисус? Вера должна всегда проявляться в твоей жизни. Это не то, что я верю в Бога, он не верит в Бога, и мы живем одинаково. Да нет. Вера, она должна передвигать горы в твоей жизни, изменять твою жизнь. То есть жизнь верующего человека должна реально отличаться тем, что она проявляется. Проявляется, и это видимо. Правда же? Из невидимого происходит видимо. Поэтому, да, конечно же, Иисус не имел в виду, что мы должны там горы двигать, стаканы двигать, ложки гнуть, гвозди разгибать. Нет. Иисус имел в виду, что даже небольшая вера человека может совершать невероятные чудеса в его жизни. И таких чудес, я думаю, в жизни каждого человека, который, ну, не первый день верует в Иисуса Христа, наберется немало. Вот реальных таких божьих чудес. И сегодня мы посмотрим на одну картинку из маленького насекомого животного мира. Внимание на экран. Опыт. Жук движется на свет, как заводная игрушка. Будто не он сам, а свет передвигает лапки. Когда-то перед несметным числом его предков возникали одни и те же условия. Кто прятался в тени, погибал, унося с собой в могилу ошибку. Выживали лишь те, кто стремился к свету, к пище. И эту способность, свой опыт, как выжить, они передали по наследству. Как жесткое правило, как память и ум поколений. Так родился инстинкт. Интересно все же, кому скорее надоест нам убеждаться, что ошибок не будет или жуку доказывать это? Жук выиграл. У нас кончилась пленка. Нет света, красное насекомое не воспринимает. Нет и прямолинейного движения. Как будто бы все ясно. Ясно. Пока один источник света. А если их будет два, что же сделает жук? Жук. Золотая середина. Значит, и на этот случай есть программа у жука. Ну, а теперь понятно. К тому источнику, что ярче. Божья коровка, улети на небо, там твои детки. Это по-детски. А по-научному земное притяжение действует на Божью коровку отрицательно. И она поэтому ползет вверх. В природе это движение совпадает со стремлением к свету, к солнцу. Два стремления складываются, как бы усиливая друг друга. Ошиблась. Скружили ей голову. Но природа берет свое. А если мы столкнем эти силы, солнце светит снизу. Программа стремится к свету, оказывается сильнее. Ну-ка, солнца нет. Ползет вверх. Переворот. Вверх. Еще раз. Вверх. Солнце снизу. И снова это уравнение Божья коровка решает в пользу света. Сегодняшнюю проповедь я назвал три урока от жучка. И самый первый урок это выбор, который жучок делает между светом и тьмой. И видите, что жучок всегда бежит, побежал там по световой дорожке. Вот. И даже когда меняли направление дорожки, жучок по инерции не промахивался и не убегал во мрак, а тут же поворачивал и снова бежал по световой дорожке. И вот так вот он путешествовал. И я хочу прочитать из Евангелия от Иоанна первой главы четвертый стих. В нем была жизнь в Иисусе. Вообще Евангелие Иоанна называют Евангелием света. Именно Евангелист Иоанн говорит, что Бог есть свет. Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. И вот смотрите, в нем была жизнь и жизнь была свет человеков и свет во тьме светит и тьма не объяла его. То есть только во свете возможно полноценная жизнь, потому что наш Бог пребывает во свете, нет в нем никакой никакой тьмы. Даже вот если мы сделаем вот такой пример, нередко показывают, вот если взять свечу, да, и вот вот у нас есть светильники, да, можете картинку показать для тех, кто с задних рядов, чтобы им было виднее, да, вот смотрите, от меня от свечи падает тень, но от самого пламени никакой тени нет. И это некий образ Бога. Бог есть свет, пламя тень не отбрасывает. Вот сам каркас, свечи, вот эта материальная штучка, да, от нее есть тень, от пламени тени нет. Бог есть вот этот пламень, пламень весьма сильный, и несмотря на всю силу этого пламени тени нет. И Бог призывая нас, призывает нас к чему? К свету. Откуда? Из тьмы. Тьма это не просто жизнь во грехах. Тьма это жизнь без ориентиров, без смысла. Видели, когда там включали красный свет, да, а красные жучки не улавливают, то движение жучка было несколько таким хаотичным, то есть он ходил вот неопределенными какими-то дорожками, путями, но только зажглась, зажегся световой путь, он тут же радостно побежал по этому световому пути. Так вот, говорится, смотрите, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, да, когда мы приходим к свету, мы по-настоящему наполняемся жизнью, мы не просто получаем ориентиры, жизнь приходит, потому что без Бога это не жизнь, это существование, не случайно Иисус сказал, я есть путь и истина и жизнь, я неоднократно рассказывал, что до того, как прийти к вере, прийти к Христу, у меня не было таких каких-то серьезных проблем, которые бы побуждали меня искать Бога, то есть у меня все было хорошо со здоровьем, в жизни было все хорошо, с учебой хорошо, я тогда был студентом в институте, и с друзьями хорошо, и с семьей хорошо, все было хорошо, но только ориентиров не было, и поэтому какой смысл вообще жить, если нет ориентиров, все хорошо, и мне необходим был смысл, чтобы двигаться куда-то, должен быть смысл, и для этого, конечно же, я искал свет в своей жизни, и именно поэтому я пришел к Богу и выбрал свет в своей жизни, как я знаю, что выбрали почти каждый из вас вот этот свет, и вы пошли двигаться, вы начали движение, мне чем понравилось, как в этом фильме говорилось, что жук бежит по световой дорожке, словно свет двигает его лапками, помните, там было сказано, словно свет направляет его лапками, то есть Бог становится словно источником наших сил, нашего движения, Он дает нам направление, Он дает нам силы, идти этим направлением, Он не просто дает нам заповеди, Он дает нам силы исполнять эти заповеди, и приходит полнота, когда ты видишь свет, он раскрывает для тобой смысл приходит, ясность приходит, и жизнь приходит, желание приходит, я запомнил на всю жизнь, знаете, такой пример, когда однажды, тоже было много-много лет назад, я был в Узбекистане, и проповедовал у своего друга, Дениса Подорожного в церкви, и помню, когда выдался, там был один свободный день, мне сказали, Виктор, что бы ты хотел, а я знаю, что, конечно, в Узбекистане очень красивые, большие горы, вот, еще в советские времена, там песни, помните, вот про знаменитые узбекские горы, там, а? да, нет, там вот эта песня, у Никитина есть, Бричмула, Бричмулеле, вот это все, помните, когда они пели, вот, про эти узбекские горы, ну, неважно, вот, я думаю, хочу, была зима, я думаю, хочу посмотреть горы, покататься на горных лыжах, говорю, вот, давайте, покатаемся на горных лыжах, на что пастырь мне сказал, о, классная идея, у нас очень хорошие горы, вот, только я сам не поеду, вот, а дам знакомых, которые очень хорошо разбираются в горных лыжах, там один даже чуть ли не мастер спорта по горным лыжам, вот, вот, я думаю, ну, хорошо, и вот мы поехали, мы поехали туда в горы, вот, а там было так, я не знаю, как сейчас, но в то время было так, что у нас уже здесь горнолыжные трассы так красиво оборудовались, у нас вокруг Екатеринбурга есть несколько горнолыжных трасс, но вы знаете, у нас же горы уральские, и они старые горы, то есть, они чуть ли не одни из самых старых гор на поле, на планете, как я люблю рассказывать в других местах, когда говорят, высокие или уральские горы, я говорю, да, они были высокие, но они такие старые, что мы их тут все повытоптали, вот, и потому у нас горы старые, но при этом низенькие, и трассы такие небольшие, довольно короткие, и это пытаются компенсировать какими-то красивыми, комфортными условиями, там всякие кафешечки строят, там красивые новые удобные подъемники, там с кабинками разными, да, вот, ну, то есть, вот чтобы было красиво, такой какой-то отдых, а там такое было чувство, что вот как в советского времени все было, так и осталось, горы высоченные, а эти все канатки такие старые, чуть ли ржавые, я помню, сел вот в эту кабинку, даже не кабинку, вот эту сидушку там, открытый всем ветрам, едешь, вот, а гора высокая, ветер дует в лицо, там, не то, что у нас там такая кабинка, сел, тут кофе пьешь, лыжи поставил, там сидишь, чтобы лыжи не выпыли в одной руке, там, палки в другой руке держишь, сидишь, на этой ржавой, и только молишься, чтобы она не свалилась куда-нибудь вниз, потому что видно, что она такая скребучая, и такая старая, что, не знаю, наверное, старше меня еще, вот, и поднимались и высоко-высоко, вот, и два брата, которые там со мной поехали, верующие такие, любители горнолыжного спорта, я сам, ну, мягко говоря, такой любитель начинающего уровня, вот, небольшой специалист, вот, а там такие мастера, говорят, ничего, говорит, пастор, не приживаю, у нас такие горы высокие, и поднялись мы высоко в горы, вот, там наверху ни кафешечки, ни кофе выпить, после этого, долгого морозного подъема, вот, поднялись мы на эти горы, смотрю вниз, а в тот день солнца не было, все было, небо затянуто, и такое чувство, что вся верхушка горы была в молоке, то есть, было видно, ну, метров 10, и все, и что там дальше, не видать, да, братья такие, ну, видно, они там не в первый раз такие, одели лыжи, ботинки, говорит, ничего, пастор, хвабок, сейчас покатимся, я стою, смотрю, такая целина, у нас же обычно, знаете, гора маленькая, народу много, а там гора большая, никого вообще, кроме этих двух братьев-оптимистов, и, и там туман, как в знаменитом мультике, лошадка, хоть что там, хоть лошадка, хоть что, братья заметили, что я так смутился, то есть, я таким горам не привык, я привык к маленьким и комфортным, где все оборудовано, а там высокое, и, по-моему, вообще не оборудованное, они говорят, ничего, пастор, ты не переживай, мы поедем, ты за нами езжай, главное, езжай за нами точно, там будет одно место, там будет такой один поворот, ты там за нами поворачивай, потому что у нас на прошлую неделю тут французы катались, так они там насмерть разбились, я как про французов услышал, у меня вообще смелость, остатки смелости испарились, вот, и вот все надели там лыжи, взяли палки, и эти братья, и улетели куда-то вниз, и я их уже не вижу, там все в молоке, я не знаю, куда ехать, я тут там, я еще на этом месте никогда не катался, и я поехал на этих лыжах, да, я еще не великий профессионал, прямо скажем, трасса мне неизвестная, гора высоченная, плюс тому, что ничего не видать, я еду постоянно, притормаживаю все время, в голове французы, братьев уже не вижу, они куда-то улетели, я их только голоса слышу, бастер, бастер, где они там, думаю, лишь бы поворот не пропустить, заветный, еду, страх, никакого, никакого удовольствия, ни наслаждения, ни радости, едешь на этих лыжах, притормаживаешь, думаешь, тут видимость не такая большая, вот, и тут вдруг наступил момент, когда солнце вышло из-за туч, и осветило всю гору, и прежде всего я увидел какое-то красивое место, потому что раньше, кроме такого, знаете, белого пятачка и молочного тумана в округе, я ничего не видел, тут вдруг солнышко вышло и осветило всю-всю-всю гору, я увидел, куда ехать, склон увидел, братьев увидел, и знаешь, когда все осветилось, и ты видишь, и уже видимость хорошая, смелость такая пришла, уже так встал, и уже поехал, думаю, все, теперь я вижу, хоть где там повороты, где еще что-то, вот, и все стало по-другому, но это было очень короткое время, потом солнышко опять ушло, и все было как раньше, в общем, я помню, когда съехал с этой горы, братья говорили, ну что, пастор, еще раз, я говорю, больше не хочу ехать с этой горы, это, наверное, было самое мое быстрое посещение горнолыжного курорта, один раз съехал, больше вообще не захотел, гора крутящая, сложнющая, видимость не кокущая, вот было, вот, но, знаете, с того момента, я на всю жизнь извлек этот урок, что, двигаться во свете, и без света, это огромная разница, когда свет приходит в свою жизнь, этот свет, как ручка, словно толкает твои лапки, придает тебе силы, ты видишь направление, ты видишь цели в своей, в своей жизни, и драгоценные, точно так же в нашей жизни, это не только, когда мы пришли в церковь, нам нужно выбрать между светом и тьмой, но уже став верующими, мы ведь постоянно сталкиваемся с такими же выборами, свет и тьма, благословение, проклятие, жизнь и смерть, добро, зло, и дай нам Бог, такой же мудрости, какой-то вожучка, все время сворачивать сворачивать на световую дорожку, не промахиваться по энергии, не убегать куда-то во мрак и во тьму, но всегда сворачивать на световую дорожку, потому что драгоценные, по большому счету, весь свет сводится к чему, тот же Иоанн, смотрите, 1 Иоанна, 2 глава, 9 стих, вот к чему сводит Иоанн, вот это свое учение о свете, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме, кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна, а кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза, Видите, к чему Иоанн сводит свет? К любви. Не случайно Иоанн пишет, Бог есть свет, и Иоанн пишет, Бог есть любовь. Потому что жизнь во свете – это жизнь в любви. Мне очень нравится, как однажды в одном из интервью Зинаида Миркина, духовная поэтесса, которая не так давно шла к Господу, она сказала такую фразу, что грех – это потерять единство со своей глубиной. То есть мысли о том, что грешить – это поступать неправильно. Ну да, конечно, грех – это поступать неправильно, но суть греха – это не в том, что там правильно, неправильно. Суть греха – потеря единения со своей глубиной. То есть для нас, верующих, что такое грех? Это жить не в единении со своим возрожденным духом, со своим возрожденным сердцем. Ты не просто в момент покаяния пережил эту возрождающую силу Духа Святого. Теперь ты должен быть в контакте. Вот этот возрожденный дух должен вести тебя и направлять. А чем наполнен возрожденный дух? Да любовью Божьей, любовь излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам, пишет уже другой апостол, апостол Павел. И когда мы наполняемся его светом, то мы начинаем поступать по любви. Поступать по любви. И когда ты видишь, что какие-то твои действия, какие-то твои поступки, они исходят не из любви, это означает, что ты поступаешь по тьме. Ты ходишь во тьме. Живи во свете. Значит, живи в любви. Любви к Господу и к любви к ближним. Это первый выбор, первый урок, который показывает нам жучок. Теперь давайте пойдем дальше. Второй выбор, он уже более сложный. Видели в этом фильме, когда жучок всегда выбирал световую дорожку, а не тьму. Ученые решили его еще сильнее запутать, и жучок подбежал к перекрестку, где было несколько световых дорожек. И ученые спросили, интересно, а теперь как жучок поступит? И помните, что сделал жучок? Он выбрал ту световую дорожку, которая была ярче. Если первый выбор связан со святостью, то второй выбор связан с призванием, когда уже нет выбора между светом и тьмой, а выбор между светом и светом. Между хорошим и хорошим. Когда верующие говорят, пастор, а что избрать в жизни? Пойти, например, в служение прославлений или пойти в служение благотворительного фонда? И то хорошо, и то хорошо. Сейчас-то приходят к пастору и говорят, пастор, а что Бог хочет, чтобы я вот пел, или чтобы я в театральном был, или чтобы я в благотворительном фонде был, или еще где-то, потому что у нас огромное количество служений. В каком служении находиться? Или в жизни что избрать? Куда пойти там? В юридический или педагогический? Много из выборов, где нету света и тьмы, решения между светом и тьмой. А вроде бы я одно хорошее, и другое, и другое хорошее. Вы знаете, когда мы говорим о Божьем призвании, я всегда вспоминаю слова пастора одной из самых больших детских церквей в Америке, Билла Вилсона. У него есть в Нью-Йорке метро Чочь, церковь метро, куда тысячи детей съезжаются каждое воскресенье. И вот как-то мне была привилегия, мы вместе с Биллом Вилсоном в Москве провели целый день, вот, как-то я с ним подружился, и мы сидели в кафе, и Билл Вилсон сказал одну вещь, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал, говорит, Виктор говорит, очень многие люди, многие верующие не знают, в чем их призвание. Я в своей жизни понял, нужда – это призвание. То есть там, где ты видишь нужду, там и призвание твое. Очень просто, очень просто. Твое призвание. Человек, знаете, как говорят, рыба ищет, где глубже, человек, где лучше, а верующий должен быть там, где в нем нуждаются. Вы знаете, я порой, когда путешествую, проповедую в разных местах, я оказываюсь в удивительно красивых местах. В последнее время несколько раз побывал в Калифорнии. Мне очень нравится Калифорния. Вообще США удивительно красивая страна, удивительная природа. Но Калифорния, она мне особенно нравится. Океан, тихий берег, погода, солнышко, такие леса, озеро Тахо. То есть красивейшие, красивейшие места, да? Я бы с удовольствием жил бы там, но я никогда не буду жить там. Почему? А очень просто. Когда я там нахожусь, я понимаю, мне там хорошо, но мне там совершенно нечего делать. Когда я приезжаю сюда, я знаю, здесь я могу быть ответом на чьи-то вопросы, на чьи-то нужные. Я чувствую здесь призвание, и поэтому я каждый раз возвращаюсь сюда, не как тяжкое какое-то бремя или крест, а как место, где меня призывает Господь, потому что здесь я ощущаю свою нужность. Здесь я ощущаю свою нужность. Мне не нужен Бог. Где ты хочешь, чтобы я жил? В Калифорнии, в Австралии или на Урале? Я знаю, здесь во мне нужда. И для меня нет вопросов. И все дело в том, драгоценное, что это не грех поехать туда или переселиться туда. По большому счету, знаете, проходит время, когда люди ощущали себя, вот это наш лес, а это лес наших врагов или еще что-то такое. Мы осознаем, что мы по большому счету живем на земном шаре. И это понимание, которое постепенно распространяется на все человечество. Но тем не менее, драгоценные мы должны быть там, где мы можем быть максимально эффективно полезными для окружающих нас людей. Поэтому какая дорожка ярче, где ты можешь больше принести добра, любви, света, это и есть то место, где желает видеть тебя Господь. Не случайно вот однажды Господь Иисус такую картинку нарисовал в своей Нагорной проповеди. Вот смотрите, Матфей 5 глава. Если мы говорили в первом выборе, Бог есть свет. Выбор между тьмой и светом. Мы выбираем свет. Мы выбираем Бога. Второй выбор между светом и светом. И здесь смотрите, Иисус говорит, вы свет мира. Уже не Бог есть свет, а когда он наполняет наше сердце, мы становимся светом мира. И дальше. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вы знаете, Бог не дьявол. Бог нам дал не только сердце, не только дух. Бог дал нам также разум, чтобы мы могли размышлять и рассуждать, где, на каком поприще, в какой сфере мы можем быть максимально эффективными в проявлении добра, в проявлении любви, в проявлении света. Не случайно, смотрите, Иисус сказал, что вот зажегший свечу, зажегший свечу, ее не ставят под сосуд, не накрывают ее, не прячут куда-нибудь там под кроватью, да? Потому что можно поставить куда-нибудь под кровать, да? Вот сделайте, пожалуйста, потемнее на сцене. Сделайте чуть-чуть потемнее на сцене. Вот смотрите, вот свеча, да? Вот свеча горит. Я ставлю ее вниз. Я не уменьшаю свет. Но свечу не видно. Поэтому светильники в наших комнатах, в наших домах, в наших квартирах, их не делают по полу, потому что там внизу они минимально эффективны. Но когда мы поднимаем свечу, мы не усиливаем свет, мы меняем позицию. Эффективность свечи выше и выше, выше и выше. Такой драгоценный Бог дает нам свет. Но на какой позиции будет этот свет? Решать нам. Бог каждому из нас дает дары, дает таланты. Но будет ли этот талант под сосудом? Или там где-то под кроватью? Или на высоком месте? Это решаешь ты. Один и тот же свет может быть по-разному эффективен в зависимости от того, в низкой или высокой позиции он находится. Один и тот же дар может быть по-разному эффективен и иметь разное воздействие в зависимости от той, в какой позиции находится этот дар. Я помню, когда началось наше служение, я помню, я проповедовал в церкви, и в то время меня никто не знал. Это сейчас у меня большое количество приглашений не только из разных городов России, из разных стран, что я могу ездить, могу служить. Но тогда так не было. Но я понял, что я могу либо просто светить в своей церкви, либо поднять свою свечу на более высокий уровень. Я помню, я начал составлять тогда духовные какие-то семинары разные. И просто звонил знакомым пасторам, говорил, я могу к вам приехать, провести там про духовный мир семинар. Они говорили, ну, приезжай еще. Я помню, я начал ездить, да, приподнял свою свечу. Я мог бы так и быть в своей церкви, но я решил приподнять. И смотрю, это несет благословение не только нашим верующим, но в других городах. И уже не я сам, а мне стали звонить, да. Потом прошло какое-то время, и я понял, что можно еще выше поднять. И мы тогда стали проводить конференции, и уральские конференции. Помню, стали проводить конференции веры, когда уже съезжались много-много людей. Помните это время, да, в 90-е годы, когда съезжалось на нашей конференции веры. Много-много людей. Ведь нет такого зала в Екатеринбурге, да, закрытого, где бы мы не проводили богослужения. В Дворце Молодежи, в Космосе, в Дворце Уралмаши. Ну, дивса тогда еще не было, да, вот этого большого зала. Мы проводили там богослужения, несли Слово Божье, да, подняли. Что изменилось там? Ничего не изменилось, позиция изменилась. Та же самая свеча просто стала светить большему количеству людей. Поднялась выше. Потом я помню, когда познакомился с Максимом Максимом, еще больше, через телевидение, когда возник СНЛ в 2000-е годы, да, и мы приняли решение поддерживать СНЛ, участвовать в работе СНЛ, да, от нашей церкви. И служение нашей церкви стало не просто приносить благословения для Екатеринбурга, но стали люди писать из других городов, из других стран, из других континентов. Сегодня, куда бы я ни приехал, да, я встречаю людей даже в те места, куда я впервые приезжаю, людей, которые говорят, Виктор, спасибо за ваши проповеди. Что изменилось? Что я стал больше свеча, больше свет? Нет, позиция поднялась. Потом я понял, что есть места, куда вообще я не смогу приехать. Я могу писать книги. Я помню, я начал писать книги, еще выше стал поднимать свечу. То есть, смотрите, один и тот же дар может иметь разную эффективность. Проблема в том, что мы часто ленимся. Ну вот есть свеча и есть. Вот стоит там она под кроватью. Ну и стоит. Ну хоть кому-то вот светло. Ну вот кому-то и светло. И славьте Господи! Но Иисус показывает, что да, Бог дает нам свет. Но мы можем его поднимать либо высоко, либо ставить его под кроватью. Если ты хочешь знать волю Божью, Бог хочет, чтобы ты двигался по той дорожке, которая ярче. Выбор между светом и светом мы делаем в пользу более яркого света. Мы делаем выбор в пользу именно того служения, того места, где мы можем быть максимально эффективны в своей жизни, в своем служении, в своем свечении. Вы свет мира. Но на какой позиции будет свеча, вам часто решать. Это требует усилий. Это требует работы. Но послушайте, это стоит того. Дай Бог, чтобы у нас была такая же мудрость, как у этого жучка, избирать всегда более светлую, более яркую дорожку. И третий урок, третий выбор, который делал жучок. Помните, в этом фильме жучка посадили на палочку, эту Божью коровку, и сказали, что жук ползет вверх. Почему? Потому что у жучка заложена программа преодолевать силу тяжести. Жучок стремится всегда преодолевать силу тяжести. Для него это нормально, для него это естественно. Поэтому жучок всегда ползет вверх от земли. Плюс к этому сверху находится солнышко. И жучок, с одной стороны, преодолевает силу притяжения, что для него естественно и как бы принято. И это соединяется со стремлением движения к свету. И тут хитрые ученые решили снова поставить между жучком выбор. Жучок оказался на палочке, но свет они сделали снизу. Комната была темная, солнышка сверху не было, свет был снизу. И они смотрели. А вот если выбор преодолевать силу притяжения, что свойственно всем жучкам, или идти к свету, который в тот момент находился внизу. И в этом случае жучок снова выбрал свет. И если первый выбор был между светом и тьмой, второй выбор был между светом и светом, то третий я назвал для себя так, выбор между светом и общепринятыми нормами. Вы знаете, чаще всего свет, Писание и общепринятые человеческие нормы совпадают, как совпадает солнышко сверху и стремление преодолеть силу тяжести. Например, в Слове Божьем говорится, почитай отца и мать. Но ведь это же естественно для людей, даже которые не читали Библии, уважать своих родителей. Да? Совпадает? Совпадает. Или в Слове Божьем написано, не убивай. У кого-нибудь так было, что вы пришли в церковь, начали читать Библию, дошли, не убивай. И подумали, вот это странно, так странно. Нет. Мы и до посещения церкви, внутри нас, словно было заложено, это нормально, жить, не убивая окружающих. Или не воруй, то же самое, да? Не лжесвидетельствуй, то же самое. Поэтому, чаще всего, общепринятые нормы человечества и истины священного Писания, а Слово Божье, говорится, у Петра есть светильник, да? Свет, вот, они совпадают. Однако, порой в нашей жизни наступают выборы. Это, наверное, одни из самых сложных выборов, когда свет с одной стороны, Слово Божье с одной стороны, а общепринятые нормы с другой стороны. И что ты выберешь? Я приведу просто несколько примеров. Один из примеров, это вот, откроем, Евангелие от Матфея, 10-ю главу, место, на которое в советское время любили ссылаться безбожники, критикуя Библию. Ну, в принципе, сегодня тоже поднялся атеизм и тоже вот выбирают такие места из Библии, которые говорят, вот, что ваш добрый Бог вам советует. Давайте прочитаем, о чем же здесь речь. Матфея, 10-я глава, 37-й стих. Вот, одно из самых критикуемых атеистами мест в Новом Завете. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою, ради меня сбережет ее. Бог стремится благословлять души, а не губить. Но порой возникают моменты, когда сбережение души вступает в противоречие с верой. Словно, знаете, какая-то здравость и призвание Божий свет вступают в конфликт. И случайно апостол Павел говорил о юродстве проповеди. То есть, с одной стороны, да, мы должны уважать, почитать родителей, но когда родители говорят одно, а Слово Божие говорит другое. Как я помню, когда еще мы, я так плотно занимался молодежным служением, помню, пришел молодой человек, он в школе тогда учился, говорил, вот пастор, что делать? Я вот, когда принес домой Новый Завет, родители схватили, разорвали книгу, выбросили в мусорку и говорили, чтобы больше мы это у тебя не видели. Я же должен почитать, с одной стороны, отца и мать, да, слушаться должен их, а с другой стороны, как же я буду верующим, если дома у меня не будет Библии, которую я буду читать, да, вот словно вот конфликт, ты понимаешь, если ты пойдешь за светом и будешь читать Слово Божье, ты вступишь в конфликт со своей семьей. И есть вот такое, да, когда родственники, они говорят, куда собрался, опять ты пошел в эту церковь так называемую, что ты там не смотришь передачи, он они говорят об опасности, вот они говорят об опасности, куда пошел, и ты понимаешь, что Бог тебя зовет, ты чувствуешь свет, да, но одновременно, следуя за этим, ты чувствуешь, вступаешь в конфликт с мнением своей родни, дорогих и близких для тебя людей. Или, как я помню, одна женщина рассказывала, как муж ее нистовал, когда она начала ходить в церковь, он говорил, давай выбирай либо я, либо Бог. И как так, вроде бы, жена должна быть послушной своему мужу, да, но в то же самое время Слово Божье призывает не оставлять собрание своего, а муж требует оставить собрание. Вот это вот, наверное, как я говорил, самый трудный, самый трудный выбор, который есть в нашей жизни. Поэтому не случайно вот в Библии, в частности, в Новом Завете есть такие места, которые очень трудно воспринимаются нашим разумом, потому что здесь словно есть что-то вот именно юродивое, неразумное. Именно на эти притчи, на эти стихи чаще всего и проповедуются, потому что они с трудом порой нами воспринимаются. Вот, например, вот эта знаменитая история из жизни нашего Господа, Лука, 10 глава, 38 стих. В продолжении пути пришел Иисус в одно селение. 38 стих, да? Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить. Скажи ей, что бы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно, Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Вы знаете, обычно, когда вот я, помню, читал в первые свои разы, в первые годы, после своего покаяния, обращения к вере, да, я читал Евангелие, читал послание апостолов, вот, в принципе, внутри всегда был на стороне Иисуса, на стороне апостолов, но были некоторые места Писания, когда я не понимал, почему Иисус вот так сказал, а не иначе, так поступил, а не иначе, вот это было одно из этих мест, потому что я когда прочитал, то я всем сердцем поначалу был за Марфу, я представил себе, вот, ну, Марфа пригласила к себе в дом Иисуса, да, у него была сестра Мария, вот приходят к тебе в дом гости, у меня всегда папа мой, да, когда, вот я жил в семье у своих родителей, папа всегда, когда к нам приходили гости, он всегда говорил, с ног, если приходят гости, они всегда готовятся, гости должны чувствовать себя желанными, поэтому у каждого гостя должно быть свое место, он очень не любил, когда вот приходишь кому-то, там приходят 12 человек, а всего 10 мест, и двое чувствуют себя ненужными, он говорит, нет, нужно так все хорошо подготовиться там, или чтобы для каждого было свое место, чтобы каждый чувствовал себя жданным и желанным, и поэтому, когда к нам приходили гости, мы всей семьей всегда очень много бегали, и очень много суетились, и поэтому, конечно, может быть, особо радости не переживали, но у гостей, у гостей всегда было место, то есть, если я вот представляю, вот я, как пастор церкви, решаю брать на работу нового служителя церкви, и вот ко мне приходят на собеседование двое, Марфа и Мария, как вы думаете, кого бы я выбрал? Или вот наш новый администратор Евгений, да, вот он там занимается практической работой, если я вдруг увижу, что Евгений берет на работу Марию, я скажу, Жень, ты чего? отправь Марию в Айхоп, бери Марфу, пускай они там молятся, они знать не знают, сколько мы платим за их комнаты, они в духе святом, без Марфы к Марию умрут, их выгонят на улицу, с блаженным Олегом вместе. Олег Господу доверяет, он знает, а Марфа в административном отделе все сделает, можно Господа прославить, потому что пастор всегда заводит на работу Марф, а не Марий. И, к сожалению, это ведь, ну, если я так сделаю, вы все меня поймете, а? Ну, да, конечно, хорошо, да. Хорошо, что мы до сих пор не на Силькоровской собираемся, или некоторые скучают? Или некоторые скучают? Я, когда проезжаю мимо Силькоровской этого здания, думаю, Господи, какой героизм у прихожан нашей церкви столько лет так далеко ехать? Вспомните, а? Ездили и ездили туда. Некоторые вздыхают, смотрю, все староверы вздохнули. Поэтому, конечно, я знаю, у нас в церкви есть бизнесмены, да, вот у вас был бы выбор, кого взять, какого сотрудника на работу, Марфу или Марию, вы бы кого выбрали? Пускай и сидит и молится. Конечно, Марфу. Поэтому, вот это как раз был тот случай, когда, знаете, вот общепринятые нормы расходятся с тем, что говорит Иисус. Расходятся. То есть, есть вещи, говоря словами апостола, неудобовразумительные. Это вот третий, наверное, самый сложный выбор, потому что некоторые думают, что это значит, что мы должны чудить. Нет, это не значит, что мы должны чудить. Быть юродивым для Христа не значит быть каким-то чудаковатым. Но это означает, что есть вещи, которые часто большинство людей не понимают и не разделяют. Однако, свет Божий зовет туда. Этого не понимают не только люди этого мира, но даже многие верующие. Я признаюсь, сам долгое время не понимал, когда изучал историю церкви, я не понимал там каких-то монахов, анахаретов, каких-то схимников, которые уходили, бросали престижные должности, уходили в леса, в пустынные места, чтобы жить очень простой жизнью и молиться. Я не понимал этого. Ну, это странно как-то. Это не входило в мои какие-то общепринятые человеческие нормы. Как такое может быть? Потому что говорится в Слове Божьем, нехорошо быть человеку одному. Да, мы молимся, у нас венчание проходит, слава Господу за это. Ну, это совершенно нормально для этого мира. Но есть путь, о котором говорит апостол Павел, лучше не жениться, оставаться так, о чем даже в церкви мы редко очень говорим. Потому что это расходится с общепринятыми нормами. Но кто из вас бы захотел, чтобы ваша дочь никогда не вышла замуж? Думаешь, нет, я бы так не хотел. А апостол Павел говорит, лучше, чтобы ваша девица не выходила замуж, а служила полноценно все время Господу. Видите, общепринятые нормы и то, что говорит Слово Божье расходится. Поэтому я говорю, самый сложный выбор, он кажется нелогичным. Пророк Исаия тоже говорит о подобном. Когда обращается к израильскому народу в 30-й главе, да, Пророк Исаия говорит, 30-я глава, 15-й стих. Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании и крепость ваша, но вы не хотели и говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстры. Вот тоже, когда тебя преследуют, это же естественно, сесть на коне и ускакать. А Бог говорит, ваша сила в этой ситуации оставаться на месте, быть в покое, в тишине, упование, упование ваше. Это тоже кажется нелогичным, да. В наше время скоростей, в наше время, когда так много нужно всего сделать, сложности, регулярные экономические кризисы, уделять большое время молитвенной жизни кажется безумием. когда мы говорим о том, что приходите в дом молитвы утром и вечером, чтобы молиться, я понимаю, что некоторым кажется, ну это классно, но время неподходящее. Это расходится с общепринятыми нормами, кучу времени проводить в молитве для мира бесполезно. И люди выбирают часто общепринятые нормы, пренебрегая духовной жизнью, пренебрегая молитвенной жизнью, пренебрегая вот этими молитвами в нашем доме молитвы, да, пренебрегая молитвенными выездами тишины и созерцания. Да, это хорошо, но целая неделя где-то там в тишине, ну не для меня, это как-то странно даже. Молчать изо дня в день это странно даже. Сейчас у нас идет пост, пост Даниила, ну тоже как-то ну странно, потому что это же такие напряженные дни, сейчас такие квартальные отчеты, закрытие года, напряженное время очень, когда ну вот будет 1 января, вот тогда расслабимся, а сейчас нет, сейчас нужно наоборот усиленно питаться, чтобы была сила, была энергия, а быть вот в посте Даниила, когда ты лишаешь себя мясной пищи, да, когда ты лишаешь себя вкусностей, сладостей всяких, ну, безумие в декабре. И в отличие от этого жучка, мы часто выбираем вот то, что выбирает общество, то, что является общепринятым, как бы разумным с человеческой точки зрения. И случайно Господь говорит, что мои мысли, это не ваши мысли, то, что вам кажется разумным, и то, что Бог, кажется, видит разумным, это часто совершенно разные вещи. И вот научиться совершать правильно это третий выбор, выбор в сторону света. я ведь не так давно стал понимать, почему в действительности Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее, почему вот это было нужно делать тогда, не случайно, ведь мы в последнее время так много говорим об этой притче, да, Марфа и Мария, вот когда в действительности одно только нужно, мы-то думаем, что столько нужно всего, и одно тоже нужно, но столько всего, что одно это потом в конце, когда будет время, на пенсии может быть, когда Бог говорит, одно только нужно, и ты понимаешь, что это не когда-то, а сейчас нужно, хотя может быть большинство людей, избегает этого, многие христиане обходятся вообще без какой-то глубокой молитвенной жизни, так ведь и есть, для этого мира молитва, ну, смешно, люди этого мира готовы принять мораль, которую несет церковь, благотворительность, которую несет церковь, даже какие-то такие коротенькие молитвы друг за друга, больше как пожелание друг другу добра, тоже мир это принят, но когда ты пребываешь с Богом, и Бог говорит тебе для мира, это шизофрения, так ведь? Не случайно ведь знаменитые высказывания, когда ты говоришь Богу, это молитва, когда Бог тебе, это уже шизофрения, мир принимает эти молитвы, когда ты говоришь Богу, ну, поговори, а что ты можешь там ему сказать, много ли? Да, немного, но когда мы начинаем говорить о том, что Бог может общаться с тобой, Бог может наполнять тебя, вот для этого необходима остановка в своей жизни, для этого необходимо посвящение, для этого необходима тишина, для этого необходимо, чтобы Иисус был самым главным в твоей жизни, даже главнее, чем твое прекрасное служение, вот это часто мир понять не может, и принять не может, и согласиться с этим не может, но дай нам Бог, чтобы мы были не глупее этого жучка, который между общепринятыми вещами, жучки всегда ползут вверх, преодолевая протяжение, и светом выбрал все-таки свет, пошел ко свету, потому что рано или поздно каждый из нас осознает, что выбор света это самое мудрое, самое правильное и самое благословеннейшее решение в нашей жизни, даже если в данный момент нам так не кажется. И вот эти три урока от жучка между светом и тьмой выбирай свет, даже если тьма выгоднее. Между светом и светом выбирай более яркий свет, там, где твоя жизнь, твое служение могут быть наиболее эффективным. между светом и общепринятыми мнениями, взглядами. Выбирай все равно свет. Даже если большинство тебя не поймет, не согласится, в конечном итоге выбор света окажется самым мудрым и правильным решением в твоей жизни. Давайте сейчас закроем глаза. И просто вот сейчас сидя с закрытыми глазами, просто внутри себя подумай о том, что на этом месте сейчас находится Господь Иисус, ибо на этом месте собрались люди во имя Иисуса Христа. Мы все разные. Каждый из нас находится в своих проблемах, проходит через свои сложности, в своих обстоятельствах. Но тем не менее каждый из нас сейчас находится перед каким-то из этих трех выборов. Кто-то из вас, сидящих здесь в зале или смотрящих эту проповедь по интернету, находится перед выбором между светом и тьмой. Казалось бы, это самый простой выбор, потому что ясно, что нужно выбрать. Но не все так просто. часто сложно выбрать свет, потому что это всегда что-то стоит для тебя. Жить во тьме чаще всего выгодно, потому что так живет большинство. В тьме многое скрыто, многое непонятно. но во тьме нет и жизни. Иисус сказал, жизнь была свет человеков. Только во свете есть настоящее движение, настоящий рост и настоящее развитие нашей души. только только во свете. Поэтому дай Бог тебе мужество и сил во время этого выбора принять правильное решение, выбрать свет, а не тьму. и пойти по этой световой дорожке дальше и дальше. Кто-то из сидящих здесь должен сделать второй выбор. Не между добром и злом, а между светом и светом. Когда вы не знаете, что избрать, когда и тот, и другой путь в принципе хороши. И нет вроде бы в этом ничего плохого. Но какой из этих путей выбрать вы не знаете. И таким людям я хочу сказать, Бог дал вам разум, Бог дал вам мышление, чтобы посмотреть, поразмыслить, на каком пути ваш дар, талант, ваша свеча будет более ярко и эффективно. Где вы сможете принести больше добра, больше любви? На каком пути? На каком пути вы сами будете более счастливы и сможете более счастливыми сделать окружающих вас? Пусть Бог вам даст мудрость увидеть, какая дорожка светит ярче и пойти по ней. и есть третий люди, вас, конечно, меньше, но вы также здесь есть, у которых выбор между светом и общепринятыми нормами. самый болезненный выбор из трех. Когда цена очень высока, когда вы понимаете, что многие не согласятся с вами, не поймут вас, может быть, будут осуждать вас, но увидите путь Божий, увидите свет. Пусть Бог вас также благословит идти ко свету, идти этим путем Божьей любви, даже если кто-то не поймет, кто-то не согласится, дай вам Бог силы выбрать Его свет. Всемогущий Господь, все Твое творение свидетельствует о Тебе, о Великом Творце. И множество уроков Ты разместил по всему своему творению. И часто маленькие существа могут преподать нам великие уроки. И я молю мой Бог, чтобы сегодня этот жучок это маленькая букашка чему-то научила каждого из нас в любой ситуации, в любых жизненных обстоятельствах всегда выбирать свет. И я молю мой Бог за моих братьев и сестер. Дай им силы, дай им мужество, дай им мудрости, дай им верения выбрать свет, правильно усвоить эти три урока от жучка. В любой ситуации выбрать свет, как бы трудно это не было для нас, потому что в конечном итоге мы поймем, что это самое верное решение. Давайте встанем сейчас. встанем встанем часто поблизь на почувствии встанем 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 своего